Герман шел домой с работы по темной пустынной улице, освещая себе путь фонарем. Он снова задержался на кондитерской фабрике, где работал уже несколько лет. Мужчина тяжело вздохнул, думая о том, что ему предстоит еще 20 минут идти пешком в дождь, который палил к тому времени, как из ветра. Такая перспектива не казалась ему заманчивой, и Герман решил срезать путь, пройдя через городское кладбище. Он был рациональным, прагматичным человеком, который не верил в существование мертвецов, блуждающих по ночному кладбищу, не признавал силу суеверий, поэтому без колебаний выбрал этот путь. Герман шел домой, ускоряя шаг и думая о том, что не отказался бы сейчас от горячего супа и чая с булочками, которые частенько печет его жена. Мысли мужчины прервал неожиданно раздавшийся истошный детский крик. Герман вздрогнул и оцепенел на месте на несколько секунд. Он отчетливо слышал, как где-то неподалеку надрывно плакал ребенок. Мужчина недоумевающе огляделся вокруг и уверенно направился туда, откуда раздавался полный отчаяния порывистый детский плач. Герман опешил, увидев выкопанную могилу, в которой сидела, сжавшись в комочек, маленькая девочка, показавшаяся ему ровесницей его трехлетней дочери Даяны. Девочка вся тряслась от пронизывающего беспощадного холода и была белее снега. Тоненькое серое платьице, в котором она была одета, привело Германа в ужас. Он стремительно наклонился вперед и протянул вниз руки. «Вставай, малыш, подними ручки вверх», – обеспокойно говорил мужчина, стараясь не напугать ребенка еще больше. «Я помогу тебе». Девочка послушно встала на ноги и, продолжая плакать, протянула к мужчине худенькие ручки. Он вытащил ее, затем быстрым движением снял с себя куртку и укутал в нее всхлипывающую обессиленную девочку. Герман торопился домой, чтобы поскорее отогреть ее и успокоить. Он крепко прижимал к своей груди завернутого в теплую куртку ребенка и уже очень скоро открыл дверь своего дома и, забежав внутрь, громко крикнул. «Таня, иди сюда немедленно!» «Быстрее!» Татьяна тут же выскочила из кухни, держа в руке фартук и озадаченно посмотрела на мужа. «Что случилось? На тебе лица нет?» – спросила напуганная женщина. Герман спешно раскрыл куртку, из-под которой показалась белокурая головка девочки, все еще дрожавшей от холода и пережитого ужаса. Татьяна обомлела от неожиданности, увидев ребенка. Она иступленно посмотрела на мужа, а затем побежала в детскую. Спустя несколько секунд женщина выскочила оттуда с ошеломленным, недоумевающим видом. Герман сам пребывал в шоковом состоянии. До сих пор он не видел в темноте лица ребенка, которого нашел в могиле. Взглянув на девочку в освещенном помещении, мужчина потерял дар речи. На руках Германа была точная копия его дочери. «Да Яна спит в своей кроватке», – оторопела прошептала Татьяна. «Объясни, как это понимать? Кто у тебя на руках?» «Да я сам ничего не понимаю», – пожал плечами обескураженный потрясенный мужчина. «Я нашел ее в могиле, когда шел домой через кладбище. Мистика какая-то». Герман растерянно и недоумевающе покачал головой. Таня подбежала к нему и забрала у него рыдавшую девочку. В ее уютных и теплых объятиях ребенок быстро успокоился. Таня ни на секунду не отпускала малышку. Она пристально смотрела на нее, не понимая, как такое может быть. Ее дочь и этот ребенок, которого принес домой Герман, были одного и того же возраста и очень походили друг на друга. Вдруг женщина обратила внимание на родимое пятно, которое находилось на запястье девочки. Точно такое же пятно было и у Даяны. Татьяна обомлела от неожиданности. Такому удивительному совпадению могло быть только одно логическое объяснение. Ребенок, лежавший в ее объятиях, был сестрой Даяны. Но каким образом у Даяны могла быть сестра, как две капли воды, похожие на нее? Абсурдные замысловатые вопросы засели в голове Татьяны и начали ее терзать. Супруги накормили девочку и уложили ее спать, а сами все ночь не сомкнули глаз, думая о том, как быть с девочкой и что делать дальше. Рано утром Герман и Татьяна отправились в роддом, где три года назад рожала женщина. Они попытались встретиться с акушеркой, принимавшей у Тани роды, но та категорически отказалась от встречи, заявив, что у нее нет времени на разговоры. «Виктория Павловна, пожалуйста, уделите нам минуту вашего времени», – взмолилась Татьяна, пытаясь остановить выходившую через некоторое время из здания роддома женщину средних лет. «Нас к вам привели вопросы, которые не дают нам покоя. Мы должны узнать правду». «Нам не о чем говорить», – отрезала акушерка, спешно сев в машину и захлопнув дверь перед носом супругов. «Не приходите сюда, вы думаете, я помню каждую женщину, которой помогала во время родов?» – резко добавила она уже через приоткрытое окно, завела машину и рванула с места, не оставляя шанса на разговор. Германа и Татьяну еще сильнее взбудоражило странное поведение женщины. По ее напуганному бледному лицу они поняли, что то и все же есть, что скрывать. Утром следующего дня они снова отправились в роддом, но теперь добились того, чтобы увидеться с заведующей. «Васильченко Виктория вчера взяла неоплачиваемый отпуск. Сегодня ее на рабочем месте уже нет», – заявила молодая женщина с любопытством, глядя на супругов. Герман и Татьяна вышли из кабинета заведующей в замешательстве. Теперь они точно были уверены в том, что о кушерке есть что скрывать. На вопросы супругов заведующая ответить не смогла. Она приказала своим подчиненным достать документы, касающиеся родов Татьяны, но записи упрямо твердили о том, что Таня год назад родила одного ребенка женского пола. Однако женщина, которой пришлось экстренно делать операцию кесарево сечения, больше не верила в то, что написано на бумаге. Ведь она увидела Даяну только лишь на следующий день после операции. Чуткое материнское сердце подсказывало, что Таня на правильном пути и что вторая девочка тоже приходится ей дочерью. Татьяна позвонила своему брату, который работал в частном детективном агентстве. Она рассказала ему обо всем, что случилось за последние дни и попросила Станислава о помощи. «Ты смогла меня шокировать», – изумленно произнес мужчина. «Я переверну землю вверх дном, но найду сбежавшую акушерку, будь в этом уверена». Станислав, как и обещал, нашел Викторию Павловну, которая, взяв отпуск за свой счет, уехала в деревню, где у нее был дом. Узнав адрес, Герман тут же помчался туда, чтобы еще раз попытаться поговорить с акушеркой. У мужчины не оставалось никаких сомнений в том, что женщина знает намного больше, чем хочет показать. Нашел ее он быстро. Герман вышел из машины и через открытую калитку зашел во двор, где и находилась Виктория, возившаяся в саду. Увидев Германа, она остолбенела от неожиданности и побледнела от страха. «Как вы меня нашли? Вы что, меня преследуете? Я ведь вам сказала, что не знаю ничего!» – воскликнула Виктория Павловна дребезжащим голосом. «Уходите немедленно или полицию вызову!» «Полицию вызову я, если вы продолжите и дальше так себя вести!» – уверенно заявил Герман. «Я всего лишь хочу поговорить с вами. И все. Я знаю, что вы не до конца со мной честны. Расскажите мне правду, прошу вас. У меня есть еще одна дочь, которую скрыли в роддоме. Я не успокоюсь, пока не узнаю, что тогда произошло. И если я сам докопаюсь до сути, вас ждет законное наказание. В ваших интересах сказать мне правду». Виктория, поняв, что Герман не сдастся и не перестанет ее преследовать, с тяжелым вздохом опустилась на скамейку и, протерев платком выступивший на лбу пот, полным сожаления и ужаса голосом, сказала. «Я не хотела этого делать. Меня заставили. Поймите, что в этой истории я была всего лишь пешкой в руках властных богатых людей. Если бы я не согласилась, меня бы уволили с работы. Мне также угрожали». «Кто вам угрожал и почему?» «Вашу жену привезли к нам в тяжелом состоянии. Пришлось сделать экстренную операцию. У нее родились две девочки-близнецы, одну из которых забрала себе жена влиятельного местного политика, которого все в области знают. Она обещала щедро заплатить за молчание. «Если бы я отказалась, я лишилась бы работы. На моем попечении была старая больная мать. Где бы я нашла работу? На что мы с ней жили бы тогда? Кто бы позаботился о ней, если бы со мной что-то случилось? Не проходило ни дня, чтобы я не жалела о том, что сделала. Я просила прощения у Всевышнего. Теперь прошу прощения у вас, как у отца детей, которых мне пришлось разлучить». «Говорите имя женщины, забравшей мою дочь», – повелительным суровым тоном произнес Герман, достав из кармана мобильник. Виктории пришлось назвать имя заказчицы. Узнав все, что было нужно, Герман отправился к жене местного политика, держа в руках телефон, досконально записавший признание акушерки. Оказалось, что сам влиятельный политик погиб какое-то время назад и все его богатство перешло к супруге. Герман подъехал к огромному огороженному железным забором особняку, чтобы увидеться с той, которая украла его ребенка. Охранники не пустили мужчину к своей хозяйке, но Герман устроил переполох, заявив, что если они его не впустят в дом, то он со своими доказательствами отправится прямиком в полицию, после чего госпожу их немедленно посадят за решетку, и ни один адвокат ей не поможет. Начальник охраны позвонил кому-то и доложил о случившемся, после чего Герману позволили проникнуть внутрь владений. Два вооруженных до зубов охранника провели его к своей хозяйке, которая ждала незваного гостя в своем кабинете. За столом, потягивая сигару, сидела молодая темноволосая женщина, «У вас две минуты, чтобы объяснить мне, по какой причине вы нарушили мой покой и что вам надо от меня», сказала Яна, снисходительно окинув взглядом Германа. Мужчина представился и рассказал женщине обо всем, что узнал. Он потребовал у нее объяснений и напомнил о том, что у него есть неопровержимые доказательства ее вины. Герман был настроен решительно. Он больше всего хотел разобраться в случившемся и понять, каким образом его вторая дочь оказалась в могиле поздним вечером. «Значит, вы все-таки узнали о существовании второй девочки? Учтите, что если вы попытаетесь довести дело до суда, то я вас и вашу семью в покое не оставлю. Вы – никто, а я – влиятельная женщина, у которой намного больше власти и возможностей, чем вы себе представляете. Раз вы знаете правду, я расскажу вам, как все было. Мой муж очень хотел ребенка. Он страстно об этом мечтал и требовал, чтобы я родила ему сына или дочь. Беременность и роды не входили в мои планы. Меня полностью устраивала моя жизнь, но муж был настойчив, и мне пришлось 9 месяцев инсценировать беременность. Муж носил меня на руках и был очень счастлив. «Судьба оказалась добра ко мне, и я узнала от надежных людей о вашей жене, которые сделали экстренную операцию. Она родила близнецов. Я устроила все так, чтобы ваша жена узнала только об одной своей дочери. Вторую девочку я забрала себе. Счастливый муж наслаждался отцовством, забыв обо всем на свете, а я жила как королева. Но потом случилась трагедия. Муж погиб. Все его наследство досталось мне, а большего мне и не нужно было. Я не чувствовала к чужому ребенку материнской нежности. Она стала обузой, от которой мне хотелось избавиться. Но я не выкинула девочку на улицу, заметьте. Сначала я нашла для нее няню, которая чуть больше года возилась с ней, но потом она стала мешать моему личному пространству. И тогда я отдала ее бедной бездетной женщине, которая щедро заплатила, чтобы она заботилась о ребенке. Та пообещала вырастить девочку как свою. С того самого дня я больше не видела ни вашу дочь, ни ту женщину. Дальнейшие расследования помогли выяснить, по какой причине дочка Германа оказалась в выкопанной могиле. Оказалось, что женщина, которой самозванка отдала ребенка, зарабатывала на девочке деньги, прося милостыню возле кладбища. А когда малышка стала чуть постарше, она оставляла ее иногда одну, ставила возле нее чашку с запиской, а вечером забирала ребенка домой. В тот вечер женщина выпила лишки спиртного и, уснув, забыла о ребенке. Когда стемнело, девочка пошла бродить по кладбищу и провалилась в выкопанную могилу. Как раз в это время мужчина возвращался с работы домой. Она очень сильно испугалась и громко заплакала. Так отец нашел родную дочь спустя 3 года после ее рождения. Герман и Татьяна, довольные тем, что обрели еще одного ребенка, о существовании которого ничего не знали, не стали заявлять в полицию на виновных, а решили доверить правосудие высшим силам, которые гораздо справедливее земных судов. Они назвали девочку Марией. Супруги не переставали благодарить судьбу за то, что она в тот холодный дождливый вечер заставила Германа пойти через кладбище. Ребенок обрел родной дом, который стал его надежным убежищем и крепостью на всю жизнь. Сестры больше никогда надолго не расставались и всю жизнь берегли ту уникальную удивительную связь, которая между ними сформировалась.